Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами Протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем 13 главу послания апостола Павла к римлянам. После глав, которые носят скорее догматический вероучительный характер, в которых апостол Павел обращается к очень сложным богословским вопросам, и мы видим очень сложное размышление, апостол Павел переходит к практической части, к нормам христианской жизни, о том, как вера должна осуществляться в конкретной жизни, в конкретных поступках, в повседневном поведении человека. И перед нами проходит вереница самых болезненных вопросов, которые и сегодня актуальны для современных христиан. Например, отношение к власти, отношение с ближними, отношение к посту, к вопросам дисциплины и так далее. И первый вопрос, который встает перед христианином, это как относиться к властям и начальникам века сего. И апостол Павел начинает это послание такими словами. «Всякая душа пусть подчиняется вышестоящим властям, ибо нет власти не от Бога, а существующие власти установлены Богом. Так что противящиеся власти восстает против Божьего установления, и восстающие сами навлекают на себя осуждение. Ведь начальники страшны не для доброго дела, а для злого. Хочешь не бояться власти? Твори добро, и тебе достанется похвала от нее, ибо власть служит Богу, тебе во благо. Если же творишь зло, бойся. Ведь меч она не напрасно носит, ибо она служит Богу, через нее гнев Божий карает того, кто делает зло. А потому необходимо подчиняться не только из-за гнева Божия, но и по совести. Вот потому и налоги следует платить. Ведь тело Божие исполняют те, кто приставлены к этому. Всем отдавайте долги. Кому налог? Налог. Кому пошлину? Пошлину. Кому страх? Страх. Кому честь? Честь. Конечно, первое, что цепляет, здесь апостол Павел утверждает, что всякая власть служит Богу. Но как раз именно этот момент становится самым болезненным, потому что даже христиане между собой не всегда находят единство и уважение, любовь, потому что они считают, что твой брат в какие-то моменты служит не Богу, а служит своей плоти. Тем более, всегда ли власть служит Богу? Тем более, представьте, ведь апостол Павел это пишет в эпоху императора Нерона, насколько актуальны для того времени были слова. Независимо от того, что власть может быть более или менее симпатичной, апостол Павел говорит о другом. В действительности, даже самое коррумпированное общество, где власть даже самая безбожная, в действительности не хочет жить по законам джунглей. Поэтому апостол Павел здесь предостерегает христиан, чтобы они не становились бунтарями и оппозицией, которые в действительности сеют хаос, думая, что угождает Богу, в действительности может принести нечто совершенно противоположное. Эта проблема всегда была рядом с христианами. И самое главное, не думать, что христиане могут на себя взять функции судей, полицейских, силовиков, которые решают, кто прав, кто виноват. Для этого есть люди, которые специально к этому приставлены. Для того, чтобы оставаться христианином, нужно прежде всего слушаться Христа. Конечно, вопрос об отношении к власти, как и другие вопросы, апостол Павел рассматривает в евангельской перспективе. То есть для нас всегда примером является Иисус Христос, потому что и для Него лично была проблема. Он был приговорен как государственный преступник, и отношение между светской властью и духовной властью в его случае тоже было совершенно актуальной и вопиющей, и как он ее решил. И Христос нам подает пример, нужно ли платить налоги. Апостол Павел говорит, нужно платить налоги. Этот вопрос в Риме тоже был острый, потому что были разные виды налогов. Одни соглашались платить, другие вызывали большие возражения не только у христиан, но и у язычников. Но апостол Павел прекрасно знает по своему опыту, что если призывать христиан бойкотировать законы и не платить налоги, то это обернется гораздо более серьезными проблемами, прежде всего, внутри общины. Как только появляются какие-то серьезные оппозиционеры, в действительности это оборачивается бедой, потому что они сначала враждуют против внешних, а потом они разрушают мир в самой общине. Поэтому лучше пойти на компромисс в чем-то второстепенном, но для того, чтобы главное сохранить. Главное — это всегда единство внутри общины. Шел ли Иисус Христос на компромисс? И мы знаем эту замечательную историю о подати Кесареву, то, что Кесарева, воздавайте Кесареву, а Богу воздавайте то, что Божие. Точно так же и христиане должны воздавать, прежде всего, Богу то, что Ему подобает. И поэтому апостол Павел говорит об этом в терминах «долгов» и «кто кому чем обязан». Если ты обязан кому-то заплатить налог, что из того? Заплати налог, если ты должен, то верни должное. Кому пошлину — пошлину, кому страх — страх. Кому нужно воздавать почет и уважение — относись с уважением, потому что тем самым, самое главное, ты исполняешь то, что ты должен исполнить перед Богом. И затем апостол Павел переходит к теме любви, как полноте закона. Опять же, проблемы возникают там, где закон или заповеди Божии начинают толковаться слишком буквально, формально. Очень часто мы видим и в повседневной жизни, что люди, которые цепляются за букву закона, очень часто сами оскудевают в любви, и вокруг них воцаряется нечто бесчеловечное. Поэтому апостол Павел продолжает. «Не будьте в долгу ни у кого ни в чем, кроме любви друг ко другу». Любые остальные обязанности, они второстепенные. Но первостепенной остается взаимная любовь и приятие друг друга. Поэтому лучше спокойно исполнить какие-то второстепенные обязанности, чем пренебречь самым главным. «Ибо тот, кто любит другого, исполнил закон». «Ведь заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не пожелай. Да и любая другая заповедь заключается в одной главной – «Люби ближнего твоего, как самого себя». Любовь не делает ближнему зла. И так в любви исполнение закона». На протяжении всего послания апостол Павел возвращается к этому искаженному пониманию закона, когда закон воспринимается как внешний приказ, как будто можно исполнить лишь внешние формальные предписания, и это обеспечит пришествие царства. Но закон очень часто толкуется именно как некое ограничение. Апостол Павел говорит о том, что это лишь ущербный закон. Такой закон нужен лишь для того, чтобы не восторжествовало зло, но для того, чтобы в мире торжествовало добро и торжествовала любовь, закон должен восприниматься не как внешние какие-то ограничения, условно говоря, как намордник, который надевают собаки, когда его водят погулять. Закон – это не внешняя клетка. Закон Тора – одно из толкований этого слова – это жест протянутой руки, которая открывает все время новые и новые горизонты. И поэтому любые ограничения, любая аскеза, в том числе подвязание в разных добродетелях, великий пост, воздержание – это делается не из страха нарушить что-то, но всегда ради чего-то. Все это имеет смысл лишь если совершается ради любви. Именно поэтому тот, кто любит, тот исполняет закон в какой-то его самой глубинной сущности и в самых глубинных намерениях, то ради чего закон? Закон ради того, чтобы торжествовала любовь. Поэтому тот, кто способен исполнять все предписания и при этом умножает любовь, он исполняет закон совершенно. И для того, чтобы жить вот так перед Богом, всегда нужно иметь какую-то перспективу. То есть закон, как жест руки, который указывает новые горизонты, в действительности, как будто открывает окно вечности. Мы видим какие-то новые горизонты, новую перспективу. И для христиан этими горизонтами является День Господень. «К тому же вы знаете, какое ныне время. Уже настал час восстать вам ото сна. Ибо ныне спасение к нам ближе, чем когда мы уверовали. Ночь подошла к концу, и приблизился день. Итак, сбросим дела тьмы и обличемся в оружие света. А раз день, будем вести себя благообразно, без гулянок и пьянства, без блуда и разврата, без раздора и ревности. Но облекитесь в Господа Иисуса Христа, а заботу о плоти не превращайте в похоть». Апостол Павел приглашает нас исполнять все, что необходимо для того, чтобы заботиться о своей плоти и обеспечить физическое выживание. Но не нужно эту заботу о плоти использовать в качестве предлога для того, чтобы в действительности потыкать своим похотям и греховным устремлениям. И для того, чтобы избавиться от этого соблазна, нужна сила. И именно этой силой является вера воскрешего Христа. Всегда воспоминание и ощущение того, что ты ходишь перед лицом Бога, что свет уже сияет, становится неким противоядием против всех грехов, низкопробства, которое нас подстерегает на путях жизни. И апостол Павел здесь употребляет совершенно потрясающий образ, образ рассвета. Вот точно так же, как на рассвете, когда брещет первые лучи солнца, ты просыпаешься, и солнце наполняет твое сердце радостью, и ты готов встать и начинать новый день. Точно так же и христианин должен просыпаться на рассвете прежде всего с мыслью о том, что начинается новый день, и он в этом дне готов следовать за Христом, продолжать свой путь. Этот образ рассвета, конечно, образ Пасхи. И здесь, конечно, встает вопрос о христианской эскатологии, потому что в воскресении мертвых верили и фарисеи, зная, что воскресение произойдет в последний день накануне Страшного Суда, Дня Господня. Это произойдет когда-то в конце. Но абсолютная новизна Евангелия и проповеди апостола Павла в том, что этот день уже наступил. Он начинается в тот момент, когда Христос умирает на кресте и воскресает. И поэтому для нас этот День Господень, День Царства уже начинается, и поэтому сегодня, здесь и сейчас мы должны жить как дети света, сбросить дела тьмы и облечься в силу Божественной правды, в силу Святого Духа. Конечно, образ ночи и дня тоже нам помогает понять, что некоторые вещи совершаются ночью, когда притупляется голос совести. Именно в такие моменты люди предаются самым постыдным поступкам, которые, может быть, при свете дня они никогда бы не посмели, и даже, может быть, не приходит на ум такая идея совершать нечто подобное. Именно по вечерам людям, которые страдают тяжелыми зависимостями, очень тяжело оставаться в одиночестве. Ночь — это действительно момент искушения и соблазнов, и человек становится очень уязвимым. И поэтому Свет, День, воскресший Христос, для нас — это не только какая-то мораль, какое-то внешнее предписание, но прежде всего источник силы, как только ты живешь в присутствии дня, как только этот свет сияет в твоем сердце, это становится твоим оружием, твоей броней, твоими доспехами. На портале экзогет.ру с вами был протеерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...